Сальваторе, рад тебя приветствовать. У нас проблема. Сегодня вечером приходят гости, а в холодильнике Шаром Пакате, ну там кроме десятка яиц, какого-то длинненького печенья, маскарпона и немножечко ликера в бутылке, больше ничего нет. Из этого можно что-то приготовить? Тирамису. Нет, ты меня не понял. У меня кроме этого вообще ничего нет. Из этого можно приготовить тирамису? Тирамису. Может быть мы еще и мороженое приготовим? Какой проблема? Мы сейчас проверим. Шеф-повар Сальваторе сегодня для нас готовит и тирамису, и мороженое. Пройдемте на кухню. Добро пожаловать в мир любимых вкусов. Сальваторе, я счастлив, что мы будем сегодня заниматься даже не десертом, а десертами. Это тирамису, это мороженое. С чего мы будем начинать? Мороженое. Давай мороженое. Мороженое. Для мороженого что нам пригодится? Быстро перечислим. Сахар. Так. Яйцо. Яйцо. Молоко. Молоко. И сливки. И сливки, и все. И чоколад. Судя по тому, что Сальваторе не надевает сейчас фартук, такое ощущение, что я буду это готовить под диктовку, нет. Все-таки я позволю тебе надеть фартук. Спасибо большое. Но я как чувствовал, что сегодня мы будем готовить десерты, поэтому вот эта уникальная машина сейчас находится на нашем столе. Кенвуд-шеф Патисье. Она может практически все. Она смешивает, взвешивает, растапливает шоколад, растаивает тесто. При помощи этой насадки можно за 30 минут приготовить вкуснейшее домашнее мороженое. Еще у этой машины удобный экран и фантастическая подсветка. Все подробности вы найдете здесь. Ну что же, с чего начинаем тогда? Молоко, сливки. Если что-то нужно подать, я подам. Давай. Первый у меня сахар. Я хочу сахар. Сахар. Сколько сахара нам нужно? Вообще, сколько мороженого по весу мы должны получить? Минимально на 4 человека. На 4 человека? Да, 4 человека. Двести грамм сахар. Четыре ложки. А почему на четверых мы делаем? Потому что мы вдвоем любим поесть? Конечно. А, или гости у нас. Вообще в Италии же гостей принимают всегда. 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 А мужчины любят поесть? Да, девушка поборщ. Боборщ? Ох, какие вы так. Что дальше? Еще два яйца, пожалуйста. Яйцо. Одно? Два, два. Два яйца. Заметьте, я вот хочу показать нашим зрителям, что яйца помыты два раза всегда. Как только вы приходите на кухню, если в вашем люди есть яйца, обязательно помыть. Вам про это расскажет каждая женщина. Это всегда очень важный момент. Еще чуть-чуть соли, пожалуйста. Кого? Соль, соль. Соль. Соль есть. Чуть-чуть. Крупная соль. То есть соль, это мы чуть-чуть делаем вкус ярче, да? А мороженое по-итальянски как будет? Джелату. Джелату. У нас будет готово джелату-чоколадо. Джелату-чоколадо, мы правильно говорим? Да, правильно. Да, чоколадо-джелату, да? Да, джелату-чоколадо. Джелату-чоколадо. Все, практически. Это очень красивый и, как показывает практика, простой итальянский язык. Так, мы смешиваем. Мы смешиваем буквально небольшую на кончике ножа щепоточку соли, сахар. Сахар и два яйца. Мы ничего не отделяем, белки от желтков, ничего, вот этого нет. Все, так, отправляем сюда, в чашу. Да, сюда. Ну, то есть совсем чуть-чуть. Чуть-чуть, подожди, будет побольше. А, будет побольше. Конечно. Сейчас молоко, пожалуйста. Молоко. Вообще очень необычно, яйца в мороженом. Да. Необычно. На 500 грамм. Это один литр, половина. Пол-литра? Да, пол-литра. А чем вообще итальянское мороженое отличается от другого какого-то мороженого, от российского мороженого? Рецептура какая-то есть? Потому что культура итальянского мороженого, это культура большой. Потому что у нас региона 20 на Италии. Какой регион есть, есть другое мороженое. То есть в каждом регионе своя рецептура мороженого? Да, да. Как макароны, как мороженое, как пицца. Пицца. Заговорил про пиццу, захотелось пиццу с мороженым. Еще сливки, пожалуйста. Сливки. Так, сколько сливок мы должны добавить? На 500 граммов молока только 250 граммов сливки. Наверное, это половина. Жирные очень должны быть? Да, да, жирные. Сколько? 20, 30? 33%. 33%. Как для соуса, да? Да. Берем. Так. Сейчас какао. Какао. А ведь много разных какао. Какое выбрать? У нас какао на 85-90%. То есть с горчинкой. Вот это не то какао, которое продается там в магазинах, сладкое. Это должно быть чуть-чуть с горечью. Да. У нас нравится какао судоамериканский и итальянский. Боливия, Уругвай, Парагуай. Понимаешь? Уругвайское. Уругвайское какао. Да. Тоже. А, тут какао прилично мы. Так. И сейчас все. Как, все? Да. И венчик сюда. Отлично. И сколько по времени будем взбивать? 10-15 минут. 10-15 минут. Так. Все. Ух. Но вот ровно я засек. Прошло 15 минут. И вот эту сейчас нашу массу мы переливаем в насадку. На второе место. Так. Чаша нам еще это будет нужна, да? Потому что мы сюда вот эту насадку... Да. Потому что это компонент. Ну вот пока ты тогда закрываешь эту насадку, я поясню зрителям, что она у нас 24 часа готовилась. Она... Ну как готовилась? Она замораживалась в морозильной камере в холодильнике. То есть она вот перед тем, как туда залить эту смесь для мороженого, должна быть максимально холодной. Это очень важно. Так. И куда? Вот в эту чашу. Сейчас еще раз сюда, да. Так. Все. И все. Да. Это просто из-под отъема. Вот. Давай посмотрим тогда, какая консистенция. Ну это уже мороженое. Да, это отлично. Это уже мороженое. То есть это мягкое, просто мягкое мороженое, которое сейчас мы отправляем в холодильник, в морозильную камеру. Да. И потом уже вот этой ложкой мы будем делать шарики для того, чтобы подать на стол. Давай посмотрим, как... Она такая уже... Ну такое пюреобразное, да? Да. Вот именно таким и должно быть. Потому что сейчас можно пробовать, в принципе, можно пробовать. Можно положить рядышком. Давай. Есть, у меня есть. Есть? Все. Давай попробуем. Попробуй. Давай. Ну это мороженое. Да, это мороженое. Это вкуснее. Но оно мягкое. Сколько по времени в морозильной камере оно должно стоять, чтобы стать таким мороженым крепким? Сейчас сангора пока не готова, Андрей. Сейчас на холодильник минимально еще два часа. А, минимально два часа. Да. Должно постоять. Тогда сейчас это наше мороженое я отправляю в морозильную камеру. И будем приступать к приготовлению тирамису. Пока я иду к морозилке, можно прибрать здесь на кухню. Ну спасибо, что ты, во-первых, прибрался, во-вторых, все подготовил для приготовления тирамису. Еще раз перечислим, что нам понадобится. Какие ингредиенты? Маскарпоне. Маскарпоне. Сакар. Так. Кофе, эспрессо, американо. Амаретто. Немножко амаретто ликера, да. И печенье савоярди. Принципиально печенье именно савоярди, именно такие полоски. И яйца. Яйца. В больших количествах. Хорошо. Так, сколько нам яиц понадобится? Я так полагаю, нужно будет отделять желтки от белков. Да, минимум четыре. Минимум четыре. Давай возьмем шесть, потому что у нас очень много маскарпоне. Хорошо, давай. Маскарпоне, давай сейчас на сюда, смотри. Алло, первое на маскарпоне. Сыр. 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 Минимально 250 грамм сахара. Минимально 250 грамм сахара. На 500 грамм маскарпоне. Это один, два, три, четыре, пять. Это 250 грамм. Окей. Самое главное, не спеши. Мы никуда не торопимся. Мы делаем вкуснейший десерт. Я признаюсь честно, иногда дома делаю тирамисо. Вот сейчас яйцо, слушай меня. Половина желтка налево, и белок направо. Белок будешь откладывать мне, ты себе будешь брать. Потому что это процесс, это другой. Хорошо? Давай, пойдем. То есть сейчас отделяем белки от желтков. Так. Это вот это, пожалуйста. Ну, еще раз оговорюсь, яйца должны быть чистыми. Всегда. Чистыми. Это один. Так. Давай сюда. Так, у нас в десерт идут и белки, и желтки. Просто сначала их нужно взбить отдельно. Отдельно. Да. Чтобы получился, как это называется, это же не соус, это какой-то мусс, это какая-то заправка для тирамисо. Тирамисо, это тирамисо. Да, тирамисо. А как, что значит тирамисо? Кто-то говорит, что переводится в тирамисо, подними меня, вознеси меня. Это про вес или про настроение, или про консистенцию? Это про консистенцию, это про строение. То есть тирамисо можно готовить для любимой женщины? Да. Вообще все можно готовить для любимой женщины, но начинать нужно с тирамисо. Так, у нас белки отдельно, желтки отдельно. Окей. Давай ты сейчас намиксишь. Миксер. Для того, чтобы хорошенько схватились, мы добавим щепоточку соли. Ты что больше предпочитаешь, к белкам соли или чуть-чуть кислоты, лимон? Не-не, давай еще сахар. Сахар сюда, сразу сахар? Чуть-чуть. Но соль не будем добавлять? Потом соль. Потом соль. Сколько сахара? 25 граммов. 25 граммов? Это половина ложки. Половина ложки. А, то есть чуть-чуть. Да. Вот это что-то особенное, потому что мне казалось, что белок взбивается быстрее и так пышнее, когда есть либо какая-то кислая, либо соленая среда. А тут сахар. Интересно. Так. И что, и начинаем взбивать? Да, начинаем взбивать. Это вручную, это все как в 17 веке, так вот в Италии готовили тирамисо. Я буду как вот у нас, в 20-м, в 21-м. Я тогда, с твоего позволения, включаю миксер. Сейчас немножко пошумим. Так. Ну, мне кажется, у нас у обоих сейчас получилось. Шикарно, Андрей. Да? Вот меня бабушка всегда учила, как проверить белки, когда они взбиты. Вот если ты взбил их, да, если вот так вот переворачиваешь, они не падают. Да, это фантастик. И они, значит, готовы. Все. Ну, и у тебя какой вот этот вот соус. Какой консистенция. Смотри. И это вручную. Это вручную. Ну, сколько? Ну, минут, минуты 4-5 мы так вот взбивали. Максимально 5 минут. Максимально 5 минут. Сейчас это другая ситуация. Так. Вот сейчас мы смешиваем белки с желтками, да? Да. Слушай меня, у нас варианты есть. Мы тебе чуть-чуть омаретто на кофе. Это первый вариант? Да, это первый вариант. Это второй, чуть-чуть омаретто на суда пока. Мы решили использовать оба варианта, да? А есть еще третий вариант, я тебе скажу, после программы какой. Может быть, третий вариант. Так, и перемешиваем. То есть еще раз у нас полкило маскарпоне. Полкило маскарпоне. 500-600, да, 500-600 граммов. У нас 4 яйца, которые мы разделили на желтки и белки. Отдельно взбили белки. 250 граммов сахара. 250 граммов сахара. Пол столовой ложки сахара мы добавили к взбитию. Еще чуть-чуть соли. Чуть-чуть щепотка соли, да. И амаретто, наше савоярди. Савоярди, как переводится? Савоярди, это печенье. Это печенье в Норд-Италии. Печенье в Фули-Венеция-Джулия, регион Венето, Ломбардия, Пьемонте. Да, тут только Ломбарджи не понял. Это адрес печенья. Это Ломбардия. Это регион Милана. Ах, так. Слушай, смотри, вот это савоярди. И как это первый слой? Первый слой. Окей. Только на вот эту ситуацию. Один раз. Видел? Один. Наоборот. То есть с одной стороны. Да. С одной стороны. Я сразу предупреждаю, руки у нас чистые. Мы мыли четыре раза руки сегодня. Да. То есть я еще раз. Правильно ли я понимаю? Обмакиваю. Хорошо. На половинку. И вот этой. Да. А влажной, будем так говорить, стороной кверху. Да. Вверх. Это мы сейчас повторяем вот этот вот весь слой. Давай. Так. Ну вот она уже почти, почти, почти стала. Все, готово. Дай. Щекотно. А вот ты сказал, что для термису мы используем либо эспрессо, либо американо. Либо американо, либо эспрессо. Я знаю, что американо, не все итальянцы. Это не итальянский. Не итальянский кофе, да, потому что там много воды. Да, это много воды, да. А ты любишь какой кофе? Эспрессо. Эспрессо. Чисто. А-а-а. Очень дожки. Кофе может быть теплым или нужно дождаться полного? Можно, можно. Можно, да? Можно, можно. Конечно, можно. То есть самое главное. Все, мы первый свой сделали. Все, это первый. Мне вот очень интересно, почему мы вот этот ряд выложили влажной стороной вверх, а вот этот ряд ты положил влажной стороной вниз. Потому что это другая форма. Андрей, видишь? А, то есть... Это вертикально, оризонтально. А это горизонтально. Вертикально, оризонтально. Это повлияет как-то на вкус потом? Нет, это специально. Это специально. Зачем? Зачем? Потому что будет вкусно. Вот так будете объяснять всем своим родственникам, если будут задавать вопросы, например, по поводу приготовления борча или котлет. И вот сейчас мы выравниваем слой вот этого крема. Крема, да. Да. Аккуратно, я смотрю, ты на глаз делаешь. Сколько нужно? Андрей, чуть-чуть, смотри. Чуть-чуть. Как будет? Сколько сантиметров? Я вот такой вот. Что тебе нравится побольше крема, будет 2-3 сантиметра. Будет нормально, минимально 2. Максимально, что ты хочешь. А в результате у нас будет 2 слоя. Да. Смотри, какой консистент. Мамма-мамма. Это очень красиво. Такими лепестками ложится. Я-то думал, что ты будешь крем взбивать тоже миксером, как и белки. Но у тебя руками получилось лучше, чем у меня при помощи техники. Так, и будем как-то разравнивать лопаточкой. Да? Да. Так. Андрей, слушай меня. Сейчас у нас на... Ты знаешь, в какой регионе есть другой тирамису. У меня это тирамису на полетанский, потому что моя бабушка, когда будет готова, я ребенок, внутри будет шоколад. Видишь? Шоколадом. Да, шоколадом. То есть не какао. Не какао, шоколад. Шоколад обычно. То есть так делала бабушка тирамису у тебя в семье. То есть это рецепт бабушки. Да. Вот мы добрались до этой истины. А что еще бабушка такого вкусного готовила для тебя? Болоньез, Андрей, болоньез. Болоньез? Ты знаешь, болоньез, да? Я знаю, я этот соус, я знаю этот соус, я еще и со свежим. Рагу, рагу, правильно, да. Протеи не забили. У нас наполитанский, это другой болоньез. Потому что на Болонии будет фарш плюс молоко. На Наполе это без молока, понимаешь? На другое место будет еще шампиньон, понимаешь? Другой регион. Это шампиньоны, цукини, туда-другой. Да, да. Второе, на базе это фарш. То есть ты болоньез больше любишь с вином, и бабушка готовила с вином. На вино белое, на вино красное. Ох. В такой регионе есть вино очень вкусно. У нас еще с тобой впереди, я надеюсь, такие рецепты болоньеза. Хорошо, вернемся. Пойдем сейчас на Тирамису, окей. Ах, вот я-то растерялся. Мы-то как раз украшаем уже тертым шоколадом поверх, а мы сейчас будем делать еще один слой. Да, да, еще один. Тогда, где наш кофе? Вот он, наш кофе. Окей, давай кофе сюда, Андрей. Так, и савоярди, быстренько выкладываем. А, слушай меня, сейчас это другой формат, другое место. Смотри. Один и второй. Видео? Полностью. Да, полностью. Но подожди. Первый на вертикале. Видео? Мы сейчас на оризонтале. Видео? То есть у нас должна получиться вот такая вот сеточка, что называется, относительно первого слоя. Потому что ты потом, когда полезешь Тирамису. Это формат, это одинаково. Да. Хорошо? Чтобы не разваливалось. Один и второй, смотри. Ах, вот почему ты говоришь. Вооризонтальный, вертикальный. Вот сейчас это побеслее, потому что крем, потом... И весь слой верхний мы делаем именно вот такой вот горизонтальный. Вооризонтальный. И второй. Но ты любишь кофе, ты любишь эспрессо. Да, я любишь эспрессо. А чай? С чаем? С чаем, да. Никогда. Никогда один человек итальянский пьет чай. Знаю почему. Потому что у нас всегда жарко. Пьет чай, когда человек будет заболеть. А, только когда заболеть. Да, на клинике было. А капучино? Утром. Почему? А вечером? Вечером никогда. Окей, Андрей. Сейчас все. Смотри. Вот, вот этот слой. Последний крем. Так же. И можно побольше, чем первый слой. Да. Здесь вот этот вот весь. Ну, смотрите, у нас получилось как? У нас 500 граммов маскарпоне, 4 яйца. Это желтки и белки. А по отдельности 250 граммов сахара. А это человеков, человечков на 6, наверное, да? Порции. Или сколько? На 2? Но на итальянский минимально 2, да. Минимально 2, да. А если для любимой, готовишь, то только для нее. Да, только для нее. Смотри, какая консистенция. Прямо сливочная такая консистенция, да. Вообще, тирамису можно назвать главным рецептом Италии? Или есть какой-то вот десерт номер 1? Десерт номер 1. На Италии? Да. Это, да, на интернационале это вот это. Все-таки тирамису. Это тирамису, да. Вообще, в семье есть традиция всем вместе собираться иногда и что-то готовить? Да. У нас есть очень популярный на Наполе, всегда на воскресенье. В воскресенье? Да. Болонезе, отдельно болонезе, нёки. Нёки? А что такое нёки? Домашние макароны на наполитанские. Такие, как пирожки, да. На картошки, да. А, всё. Окей, сейчас ещё какао. Какао, какао, так. У нас нету. Должно быть таким, как на мороженое, да, не сладким, а с горчинкой. Горчинкой, да. То есть вот сейчас идёт уже украшение. Ну, это фантастика. А сколько должен вот тирамису настаиваться в холодильнике, да, перед... Или, может, сразу? Нет, минимально 12 часов. Минимально 12 часов? 12 часов, да. Потому что плюс будет остальное на холодильнике, плюс вкусно. Плюс вкус и сердце будет. Смотри. Это фантастика. А можно не 12 часов вот придумать какой-то способ продержать его в холодильнике, а ну, ну, поменьше, ну, чтобы попробовать вместе с мороженым сегодня? Хорошо, давай на минус 10 градусов, и 2 часа будет готово. 2 часа на минус 10 градусов. 10, 15, плюс-минус, плюс все будет готово. И тогда схватится тирамису. Отлично. Тогда я предлагаю немного прибраться и перейти к сервировке того, что мы сегодня приготовили. Хорошо. Ты приготовь. Сальваторе, ну, пока схватывается, будем так говорить, наш тирамису и замерзает наше мороженое, предлагаю по кофе. Кофе хороший, аромат замечательный. А на праздники, вот если говорить про праздники на Рождество, что ставят на стол итальянцы в качестве основных блюд? Когда будет у нас регистр, это как вечеринка, понимаешь? Все семья. Бабушка, дедушка, папа, мама. Все родственники. Ребен, все, как семья. Капа, семья, это старый человек на семье, будет глава на столе. Глава семьи, самый главный. И когда сидишь, будет сидеть все. Когда ушли, будет все ушли. Угу. Хорошо? Окей, давай кофе. Так. Много? Все, все, Андрей. На две кружечки. Так. Сколько ложек вот на такую турку кофе? Минимально три. А вот скажи мне, пожалуйста, когда приезжаешь в Италию? Первый ли раз или в очередной раз? Просто огромное количество ресторанов итальянских уже везде. Вот какое блюдо в Италии ты бы порекомендовал попробовать туристу в первую очередь? Карбонара. Карбонара? Карбонара. Карбонара это самый лучший макарон итальянский на мире. Потому что есть традиции итальянские. Это домашняя макарона, желтый яйцо, сыр, грана падано, пармезан. А вот когда ты здесь, в России, встречаешь вот тут карбонара, там где-то готовят, какая вот, может быть, есть ошибка, вот то, что совершают повара. Вот, может быть, ты это замечал. Как нельзя делать, как нельзя обходиться с карбонаром? Да, как нельзя, это на карбонаре. Я когда приезжал первый раз на Россию 15 лет назад, карбонара это не карбонар. Это макароны на сливке бекона. Это бекон не как Италия, это не копченый, понимаешь? Копченый бекон, в первую очередь. Это не так. Так, секрет какой-то есть, маленький секретик, ингредиент вот для карбонара? Андрей, секрет это сердце. Если ты будешь готова на сердце, будешь готова все. На Россию, на США, на Джапоне, на Азию, где ты можешь, на Африку. Кофе готов? Готово, готово. Буквально, сколько мы вот разговаривали с тобой, 2-3 минуты? Первый у тебя? Пять сердца. Да, это прекрасно. Но он такой ядреный кофе. И ты вечером тоже пьешь кофе? Да, на утро и вечер. А как ты засыпаешь? Минимально один человек итальянский будет шесть кофе на день дня. Минимально. Шесть чашек кофе в день? Да, на день дня. Потому что на русском будете пьет много американо. Это не кофе у нас. Американо и итальянский это эспрессо. Эспрессо это действительно. Ну давайте попробуем. Попробуем кофе. Сахар, пожалуйста. А, с сахаром? Ты пьешь с сахаром? Да, конечно. А я без сахара. Я, как ты видишь, на диете. Поэтому мы и отличаемся друг от друга. А кофе, что ты любишь? Какой-то десертик. Куассан. Куассан? Чистый кофе. Ты в душе немножечко француз получается. Да? Немножечко. Немножечко мало сейчас, как у подножия Эфелевой башни. Потому что у меня семья половина французская. О! Бабушка французская. У меня семья Лубрану. Марсель. Смотри, я итальянский. Так. Окей. Мама Австралия. Бабушка французская. И жена русская. Ах, вот я. Ты предвосхитил мой следующий вопрос. Почему ты приехал в Россию 15 лет назад? И что тебя здесь остановило? Почему я приехал? На жена. Жена? На любое. Человек без любого, как пицца без моцарелла. Не вкусно. Гениально. Как пицца без моцарелла. Не вкусно. Боже мой. А чем Заренан занимается? Ну, можешь не отвечать. А после эспрессо почему воду подают? Потому что ты не слушаешь горький кофе. Понимаешь? А. Как если ты шаг на бок, ты будешь в другую ситуацию внутри. А, то есть ты очищаешь вкусовые... Это как имбирь в японской кухне? Да? Да. Как имбирь. Вкусно, а? Очень вкусно. Я думаю, что сейчас можно уже отправиться к холодильнику, где застывает, охлаждается мороженое наше, для такого ядреного мороженого состояния. И посмотреть консистенцию тирамису. Хорошо. Я к холодильнику. Хорошо. И я подожди у тебя. Сальваторо, ну, друзья, вот что у нас получилось. Мороженое застыл. Ну, это настоящее мороженое. Смотри, какой консистенция. Да, это очень круто. Я предлагаю сервировать. Красиво. Как правильно подавать мороженое? Можно хидро варик, можно чуть-чуть шоколада, можно шируп, можно кокос. Все тебе нравится, Андрей? Угу, кокосовая стружка, у нас ореховый сироп. Ореховый сироп подойдет просто в креманку, вот так вот, по-домашнему. Смотри, сейчас будет чуть-чуть гранела-чоколада. Смотри, чуть-чуть кокоса. Окей? И гранела-гранела. Хидро варик. И ты сейчас попробуй. Ага, то есть кокосовая стружка. По большому счету, все, что есть у тебя на кухне, да? Все, что тебе нравится. Смотри. И сироп. Ну, как это, как это хорошо для фигуры. Давай, папа. И я, я хочу, чтобы ты тоже о себе. Конечно. Давай мы сначала, давай мы сначала вот подготовим, а потом уберем разделочную доску. И вот будем уже в присутствии наших зрителей пробовать и кирамису, и мороженое, накрыв, что называется, на стол. Сейчас тирамису. Хорошо. Что первое? Вот правильно попробовать мороженое в этой ситуации или тирамису? Давай первое тирамису. Первое тирамису. Хорошо. Давай первое тирамису. Мне кажется, что нельзя пугаться того, что вот именно такие вот так называемые графские развалины на тарелке. Это у нас есть такой десерт в России, графские развалины. Просто это первый признак того, что не добавлен никакой промышленный желатин в тирамису, а сделано все своими руками. Да. Крем фантастический. Это прям. Крем потрясающий. Вот савоярди пропитались. Это очень вкусно. И самое главное, вы убедились, что это быстро и несложно. Самое главное знать правильный рецепт как. Маммами, очень вкусно. Ну и мороженое. Это вот молоко, сливки, сахар, какао. Яйцо. Яйцо. Больше нет. Яйцо. Я первый раз в жизни понял, что узнал, что яйцо можно добавлять. Против, не забыли. Есть другой вариант. На мороженое будет мука. У нас наполитанские не нравится мука внутри. А, муку иногда добавляют? Да, мука 0,0. Муку добавляют для чего? На консистенцию. Потому что у нас итальянский, наполитанский не нравится консистенция уникальна. Нравится как и сейчас. Это очень здорово. Сальваторо, нам нужно попрощаться сначала с нашими телезрителями, а потом мы будем это все доедать. Я благодарю тебя. Спасибо. Спасибо, ребят. И буду в следующий раз ждать тебя на этой же кухне. У наших зрителей не возникает сегодня уже никаких сомнений, что они такие вкусности могут приготовить еще и у себя дома. Приятного вам аппетита. Бон аппетит. Спасибо тебе большое. Спасибо. Действительно, очень круто. Я никогда, я, во-первых, никогда не посыпал мороженое ничем. У меня лавится плюс.